Рисование металлических изделий Рисование металлических изделий Рисование металлических изделий Теперь мы отмечаем ширину, практически по всей ширине листа. Снова захватываю высоту. И отмечаю. Вот так у нас примерно получилось. Я вписываю в прямоугольник общую композицию. Вот так я примерно вписала. И обратила внимание, что там, где уложилась первая высота на месте, как раз у нас край пряжки. А на месте второй высоты, место перегиба щипчиков. Вот эта вот область. Пряжка занимает примерно половину ширины. Я замеряю на всякий случай ширину пряжки и уложу ее в высоту. Да, где-то половину. Смотрим, что она у нас не доходит до самого нижнего края. И так же немножечко в перспективе. Ну, в общем-то, не сильно. Так же посмотрим. Немножечко углы у нее тоже не острые. Один угол уходит. В общем-то, это потом уже в процессе все штриховки. Затем я строю ложку. Смотрим, она в небольшой угол. Прихватывает. Замеряю направление. Ложка, в принципе, практически овал из себя представляет. Вот я изобразила его. Теперь смотрим направление ручки. И там она так же уходит в перспективе. Это достаточно сложное, конечно, расположение взяло. Если будете ставить себе сами, можно взять, конечно, немножечко попроще. Смотрим. Она расширяется у нас к дальнему краю. Сама по себе ложка просто такая. И до верхнего почти не доходит. Проверили общее направление. Теперь я построю щипчики. В общем-то, тут особых построений нет, поэтому я даже и в прямоугольник вписывать не буду. Формы достаточно простые. Чуть-чуть ручка не доходит до ложки. Здесь изгибается, захватывает небольшой уголок от щипчиков. Смотрим внимательно. Тут, в общем-то, все на глаз делается. Поэтому нужно сделать с особой внимательностью. Постарайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Достаточно изящная форма. С плавными переходами. Вторая ручка дальняя уходит за пряжку. Забликов иногда сложно увидеть форму. Но постарайтесь все сделать. Смотрели еще раз внимательно. Теперь я сотру линии построения и намечу для себя дальнюю границу стола. Хотя ее... В общем-то, она достаточно высоко располагается на самом деле. И на лист она у меня не уберется, но я ее намечу чуть ниже, чем в реальности. Я делаю это для того, чтобы я все-таки могла поставить свои предметы на поверхность стола зрительной. Ну вот, я наметила форму. Теперь можно приступить уже к штриховке. Я беру достаточно мягкий карандаш сразу 6B и приступаю к штриховке форм. Заметьте, что я сразу начну штриховать и фон. Параллельно для создания контраста. И, в общем-то, всегда мы работаем по всему листу. Начинаю штриховать сразу все. Смотрим самые темные места, прищуриваемся. Где мы их видим? По краю пряжки первая. Сначала можно достаточно слабо все в процессе, потом утемним. С другого края пряжки. Но не по самому, так как место, которое туда загибается, выглядит достаточно светлым. Вот, я наметила вторую. Посмотрим, здесь очень интересно располагаются отражения. Видна ложка очень хорошо. Ее очень легко намечу. Не так же темная тень достаточно. Там поверхность стола белая. И ручка. Ручка щипчиков. Я смотрю, как у меня будет располагаться сама светлая часть, блик. И всю оставшуюся область немножечко заштрихую. Ложечку так же пока не трогаю. Смотрю, что у меня сверху, ближе к блику, темнее и контрастнее. Всё. 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 Пока ставлю так. Смотрим на щипчиках в самой темной области. И так же на дальней ручке. На всех предметах достаточно сильные рефлексы от белого стола. Так как и предметы, в принципе, металлические обладают хорошей отражаемостью. Тем более, что белый стол очень контрастирует, сильно отражается также. Поэтому я оставила белый блик по краю. Так, так же я забыла наметить немножечко здесь. Гвоздик достаточно лучше детализировать. Так, интереснее. Объекты уже становятся более похожими на себя. Смотрите, там все в тенях, в бликах. Разобрать достаточно сложно. Бывает. Так, вот так я намечу. Посмотрим, я прокладываю тень. Так же слегка я намечаю предварительно. На ручке. Оставшуюся часть отражается белая скатерть. Держи, я пока проштриховываю. Достаточно однородно. Проработаем позже. Теперь смотрим на ложку. Очень темная граница. Отражается скатерть. Здесь. Темная достаточно часть. Там отражается и мой планшет. Все это, в принципе, мы достаточно четко намечаем, так как в металле достаточно это четко видно. Я немножечко заштрихую. Так же в относительной своей темной области. Как я говорила и в предыдущих уроках, на любом этапе работы наш рисунок должен быть законченным. Всегда сразу прокладываются и падающие тени. В принципе, много не видим, потому что освещение падает прямо на натуру. Сразу же я пока более мягким крандашом намечаю фон, потому что самое светлое место в работе – это блики. фон я сделаю пока на предметах. Достаточно легко делаем все. Ткань у нас светлая. С другой стороны тоже самое. Помним о том, что с любой стороны от предмета мы прокладываем в одном и том же направлении фон все равно. Если справа начала в эту сторону, то есть слева я тоже продолжу в эту же. предварительное тонирование я также не применяю, но просто в данном случае, потому что фон светлый. Его лишь надо слегка-лих, слегка проштриховать. Делаем это для того, чтобы, как я уже говорила, работа была более законченной и наши блики больше выделялись на фоне. Ну вот, я слегка проштриховала фон, сделаем дальнюю границу, более темной, чтобы у нас поверхность становилась горизонтальнее, задний план уходил. Также немножечко я проложу вертикальный фон в стену. Дальнюю. Делаю это для того, чтобы просто не оставлять белого листа. Еще немножко я утемнила дальнюю границу стола. Не забываем плавности перехода.